Этот ролик будет о Poco F1. Смотрите до конца. Poco F1 до сих пор не потерял ни капли своей актуальности. И сейчас вы узнаете, как ему это удалось, за что стоит приобрести его себе и какие есть причины замены своего старенького смартфона на самый дешевый флагман 2018 года. У кого из моих зрителей Poco F1 или кто собирается покупать, то поставьте лайк перед этим роликом. И черканите комментарии, что вы думаете по поводу этого смартфона, чтобы все увидели, что Poco F1 до сих пор очень актуальный аппарат на данный момент. Можете даже подписать, какого цвета достался вам Poco F1. Лично мне синий, и мне он нравится. Хотя мне кажется, что в основном у всех цвет черный, а карбоновый вообще у единиц. И красный тоже у нескольких человек только. Ребята, все знают канал Сливки Шоу. Он запустил челлендж на самого огромного снеговика. И посмотрите в подсказке ролик и в описании. Там будет самый большой, огромный 26-метровый снеговик. Обязательно зацените, очень советую. Начну я этот ролик с того, что если у вас уже есть Poco F1, то смысла его менять на более дорогую модель нет. Можете, конечно, заменить его на Redmi Note 8 Pro, но я бы категорически не советовал этого делать. Скоро выпущу сравнение вот этих двух аппаратов. Единственное, на что я бы советовал его обменять, это на Redmi Note 10. Да-да, вы не ослышались, когда он выйдет. При условии, что тот будет на Snapdragon, конечно же. А то MTK на 8 Pro. Ладно, это другая история. На данный момент Poco F1 это очень классный, актуальный смартфон, который действительно стоит своих денег. Ну что, погнали посмотрим на топ-5 причин, почему стоит его покупать в 2020 году. Первая причина, это, конечно же, его цена. Цена за эти характеристики ниже некуда. Я, конечно, понимаю, возмущение некоторых, что 200 долларов это большие деньги. Но, че там, какой сейчас курс? Мой вам совет, купите бушный на Авито или Олэйкс, и просто посмотрите на эти цены, и будет вам счастье. Только, конечно, с полным комплектом документов, и желательно с гарантией. Не битые, не крашенные, так скажем. Его сейчас вообще, грубо говоря, за 120 долларов можно купить. А это очень халява за его возможности. И очень хорошо, что эта цена за 6 гигабайт Азу и 64 памяти. Нет никаких 32 гигабайта, а то это уже прям минимум. В 2020-м только 64 гигабайтами более-менее удобно пользоваться. Вторая причина купить Poco F1 – это камеры. Камеры – просто огонь. Я с комфортом делаю на него фото для Инстаграма, записываю видео для ТикТок. Для этих целей с ним вряд ли может сравниться какой-нибудь бюджетный смартфон. Хоть в камере нет никаких 40, 60 или даже 100 мегапикселей. На фото и видео при достаточной освещенности получается просто на 5 баллов. Я даже сейчас снимаю на PocoFone. Шучу, шучу. А если вы установите Google камеру, то фото будут получаться вообще топовые. Без шуток, если стоковая днем еще может конкурировать с Google камерой, то ночью камера от Google просто разносит сток в клочья. Зацените мой ролик со сравнением этих двух камер, а также установкой Google камеры. Ссылка в описании и в подсказке. Третья причина купить этого мощного и недорогого скромняшку это, конечно же, огромный и классный сочный экран. Да, пусть он не AMOLED, но цвета он передает просто на 5 баллов, несмотря на его челку, к которой я привык уже за первую неделю использования. И я реально ее просто не замечаю. Дисплей очень качественный, хороший. На него нет жалоб, в отличие, конечно, от сенсора, который у некоторых людей прилично так подтупливает. Но так как я не играю в игры, и хоть очень хочется, но нет времени, я не буду воспринимать сенсор как его минус. Тем более, что косяков лично на моем аппарате я не замечал. Разве что на зарядке. И то это, скорее всего, из-за самого зарядного устройства. Следующей причиной, по которой нужно заказать или купить Poco F1 в 2020 году, это его топовое железо. Оно тут до сих пор реально топовое и тянет все игры и приложения. Всю работу, которую вы можете совершать на этом смартфоне, она пройдет просто на ура. А тем более за такую цену. Это просто находка в мире смартфонов. Любые игры на максималках пару пустяков. А если даже вы не игроман, то даже не заморачивайтесь. Железом его хватит еще минимум на 3 года, мне так кажется. Там может уже наконец-то выйдет и Poco F2 и успеет подешеветь долларов тогда 200. И можно будет тогда купить себе другой смартфон. И последней причиной, почему вы можете взять Poco F1 себе, это все то, что не вошло в предыдущие пункты. Это, конечно же, аккумулятор. Он тут на 4000 мА. Хватает его на день смело. На минуточку смартфону уже больше, чем 2 года. Можно отметить красивый дизайн. Лично мне нравится вырез под камеру по центру. В камеру вы будете залазить только поначалу при разблокировке. Но я сейчас разблокирую в основном только по лицу. Так что сейчас у меня уже нет такой проблемы. В руке смартфон лежит как в литое. Я к нему уже привык. И такое ощущение, что это просто частичка меня. Благодаря хорошим чехлам телефон не скользит. К сожалению, без чехлов носить его не рекомендую. Зато сегодня можете ходить с красным Poco, завтра с черным. В общем, можете использовать набор чехлов неделька. Ссылка с чехлами будет перед вами в подсказке. И сами знаете где. Вы носите телефон с чехлом или без? И еще пару слов. Это USB Type-C и крутой стереозвук. Да, в Poco работают 2 стереодинамика. Это оказалось крайне удобно при просмотрах роликов и фильмов. Ну и напоследок. Большой плюс, что этот смартфон будет обновляться официально. По воздуху. Хотя я его и прошил с версии RU, но и на RU версию уже пришел. И 11 MIUI, и 10 Android. И я думаю, что еще на 3-4 года вам обновлений обеспечено. Я не показал вам, что в коробке. Там зарядка и чехол. На первое время хватит и того, и того. Мои еще как новенькие, потому что я использую продукцию Ugreen. Ничего нового там нет. Про что забыл рассказать, добавьте в комментариях. Мне интересно, что я упустил. Лично мне этот смартфон до сих пор нравится. И я его всем советую к покупке. С вами был Артем Бухонин. Это канал настоящего олеголика. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok